Маска, перчатки и халат. Совсем скоро именно так Наталья Пантелеймонова будет готовиться к приему пациентов. А пока ей предстоит выдержать государственные экзамены. Будущие педиатры показывают, чему они научились за 6 лет в университете. В этом году экзамены проходят в необычном формате, онлайн. Наталья признается, волнение есть, но за пару последних месяцев учебы студенты уже привыкли общаться с преподавателями через монитор. Было интересно достаточно. Единственное, непривычно именно общаться с компьютером, а не с преподавателем, которого ты видишь по протяжении 6 лет, потому что техника все равно это страшнее, чем личное общение. А так достаточно интересный опыт. Экзамен проходит в несколько этапов. Первый в виде тестирования студенты выполнили дома. Второй этап проходил уже в университете. Для этого там выделили два компьютерных класса. Студентов рассадили с соблюдением дистанции. Перед каждым по два компьютера. Один для выполнения заданий, второй для контроля со стороны преподавателей. Они размещались в соседней комнате и в случае необходимости могли задать уточняющие вопросы. Этап собеседования, он проходит как раз в таком полудистантном что ли варианте, но он все равно есть. Преподаватель, экзаменатор, в виде ответ студента, пошаговый его ответ, он может на каждом этапе задать им вопрос. Почему он так решил? Почему он так ответил? Для проведения экзамена в формате онлайн была проделана огромная работа IT-команды медицинского университета. Кроме этого, каждая кафедра подготовила пакет задач, которые разместили в электронной информационной образовательной системе, чтобы студенты могли тренироваться перед госэкзаменами. Полагаю, что это не повлияло на качество знаний, потому что они были в непрерывном контакте со своими преподавателями. Были созданы все условия для того, чтобы студенты могли эффективно взаимодействовать, получать знания, которые позволят им стать врачами. Всего из стен медицинского вуза в этом году выпускается более ста врачей-педиатров. И заключительным этапом аккредитации через пару недель для них станет практическая проверка навыков, где студенты на манекенах будут демонстрировать оказание помощи детям. Андрей Горгуленко. События. Субтитры создавал DimaTorzok